Денди За ту неделю, что мы с вами не виделись, я с большим удовольствием играл на своих приставках, читал всякую литературу и, конечно же, ваши письма. Писем огромное количество, спасибо большое всем. Большинство писем по-прежнему ответы на нашу викторину, вернее, на все наши викторины, которые мы еще не рассмотрели, но есть и другие письма. В некоторых из них вы спрашиваете, как пройти ту или иную игру, а в некоторых просто рисуете или пишете стихи. Вот с одного такого стихотворения я и хочу начать сегодняшнюю нашу программу. Автор ее некто, который просит называть себя Волкозай. В своем письме он нарисовал вот такой свой портрет и, видите, написал «Прошу звать меня Волкозай». На самом деле Волкозая фамилия Васильев, инициалы В.И., наверное, Володя Васильев. А вот стихотворение, которое он написал, посвятив его нашей передаче. Компьютерные игры-зверь, но их ведь трудно отыскать. Клевее Дэнди нет, поверь, из Дэнди есть во что играть. Да, действительно, тут ничего не отнимешь, не прибавишь. Мы вместе с Дэнди приглашаем вас в мир новой реальности, в мир компьютерных игр. Дэнди приглашаем вас в мир новой реальности. Я знаю, что многим из вас родители отказывают в покупке приставок, мотивируя это тем, что вы уже выросли из этого возраста, чтобы играть на приставку. Когда вам 15-16 лет, вам говорят, нет, занимайся серьезными делами, думай о будущем. В общем-то, они правы с одной стороны. Но, мне кажется, немножко все-таки ошибаются. И доказательство этого хочу прочитать одно маленькое письмо. Вернее, письмо большое, но маленький отрывок из него. Привет, Сергей, пишет тебе твой тезка, который, честно говоря, уже вышел из того возраста, он слышит, чтобы отвечать на вопросы и получать призы. Но играть, играть на Дэнди, я, кажется, никогда не перестану. Ведь благодаря этой приставке я расслабляюсь, придя после работы, как сажусь играть, сразу забывая о всех своих делах. Нормальное письмо. Когда я увидел последнюю страницу, я просто чуть не упал со стула. Пока, Сергей, 23 года. Сергею Тимурову из Московской области, из города Балашихи, 7, 23 года. Представляете, до сих пор он является фанатиком видеоигр. И я его, честно говоря, понимаю всей душой. Поэтому, когда ваши родители говорят вам, «Никакой приставки, ты уже вырос», вы им напомните о письме Сергея. Договорились? В ваших письмах мне очень часто встречается претензия, что мы слишком мало рассказываем об восьмибитных играх. И мы решили с нашей сегодняшней программой чуть больше говорить именно вот об этих игрушках. Поэтому в нашей сегодняшней передаче два картриджа для Дэнди. Один из них – великолепная совершенно работа неизвестных мне программистов, к сожалению. Но я зато очень хорошо знаю героя этой игры и даже смотрел фильм о его жизни и приключениях. Давайте с вами посмотрим сначала небольшой фрагмент. Продолжение следует... Совсем недавно отшумела мода на динозавров. И каждый уважающийся мальчишка знает в лицо всех этих трицератопсов и игуанодонов. А теперь новый бзик. Новые герои, но из того же времени, из каменного века. По фамилии Флинн Столкс. Вот у меня в руках картридж, который сделан на основе известного американского мультфильма, который снимался в 60-е годы. А потом, в 94-м году, компания Ханна Барбара, которая, кстати, этот картридж и сделала, я только что об этом узнал, сделала фильм, отрывок из которого мы только что с вами посмотрели. Замечательная история о смешном толстом человеке в какой-то тигровой шкуре или в динозавровой шкуре, который занимается тем, что бегает с дубиной по древнему миру и сшибая всяких динозавров в поисках частей машины времени, которая разломалась не без помощи одного негодяя и унесла с собой его собаку. Мы, по-моему, видели собаку в фильме. Вот эта собака пропала и еще одного друга Флиннстоуна Хобби. Давайте посмотрим, что такое Флиннстоуны на восьмибитной приставке Дэнди. Мода на древнее у современных неандертальцев возникла не с пустого места. Так очаровательно, наивно и проста была жизнь древних обитателей планеты. Так много мы о них узнали и прочли, что кажутся они нам совсем родными людьми. Ну, кроме ящеров, конечно. В двух словах смысл игры можно выразить, а можно и в трех-четырех. Некто Гацкий прилетает к пещере семьи Флиннстоунов на машине времени. А в это время у них гостил некто Газу, прибывший на Землю посредством такой же самой машины времени. Простите за повторение. Так вот, тот Гацкий похищает всю домашнюю живность Флиннстоунов, ручного динозавра и еще какого-то колобка неизвестной пароли. Их вишли ждут в межпланетном зоопарке для забавы. Какое нам дело до ваших забав, грубо комментирует поступок пришельца Фред Флиннстоун. А тот берет и ломает машину времени Газу на множество кусков и улетает в Гад. Что же делать, как вернуть на Землю обожаемых рептилий, которым так привыкли детишки? Надо искать куски машины, чтобы, собрав их воедино, полететь и спасти питомцев. Вот и начинается долгое путешествие Фреда Флиннстоуна по древней планете Земля, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот список последствий, вернее, лишь небольшая его часть. Ядовитые колючки, дикие неандертальцы с дубинами, кровожадные вороны, птеродактили, коварные динозавры и пресмыкающиеся и многое-многое другое. Так что думайте сами, что вам больше по душе. Или гонять с ребятами футбол по мёрзлой земле квадратным мячиком, или гонять Фреда Флиннстоуна с дубиной под историческим джунглем в поисках машины времени. Тут хоть заодно можно многое узнать из жизни наших предков. И хотя авторы игры, по-моему, не совсем точно представляли себе эпоху, о которой рисовали игру, всё равно очень интересно и захватывающе. Вот такая добрая, забавная игра, где никто никого не убивает, а если бьёт по голове дубиной, то не больно и не насмерть. А вот совсем другая, совсем другая игрушка. Называется она Робокоп, робот-полицейский. И этот картридж, который также сейчас есть в продаже в торговой сети Дэнди, называется Супер Рескью, Супер Спасение. Я думаю, что это нечто совсем другое, чем Флиннстоуна. Давайте проверим. Если перевести название одноимённого фильма и игры на русский язык, сохраняя все стилистические тонкости и заковыристости, получится вот так примерно. Электромент. То есть довольно обидно для людей в серых шинелях. Но если вы уговорите участкового сесть поиграть на минуточку, вся его обида улетучится. Он сорвёт с потной головы фуражку и застучит по кнопкам джойстика, как из автомата. Действительно, игра Робокоп 3 Супер Спасение, а именно эту версию мы предлагаем вашему вниманию, увлекает с первых секунд. Ну, во-первых, когда обстановочка на поле боя мрачная и таинственная, всегда интересно играть. А во-вторых, огневая мощь электрического полицейского столь велика и убедительна, что трудно удержаться от стрельбы по многочисленным мишеням. Что касается мишеней, тут вот что. Как всегда, если действия происходят на улицах города, обязательно найдётся маленькая толпа придурков, которые мечтут туда-сюда с кусками колючей проволоки и ножами в надежде пристать к девушке или придраться к молодому интеллигенту. К счастью, наш герой к интеллигентам не относится, поэтому не понимает, как к таким уродам не врезать по башке. И врезает. Представьте себе, врезает, да ещё как. Так что, если, проходя мимо отделения милиции в вашем районе, вы услышите из полуоткрытого окна звуки очередей и тяжёлые шаги кованых сапог, не беспокойтесь, город спит спокойно. Это доблестные милиционеры, по очереди играют на приставке Дэнди, в Робокопа 3. А если по-нашему, то, впрочем, на русский я это уже переводил. Кстати, для тех из вас, кто ещё не понял гигантскую разницу между 8-битной приставкой и 16-битной, типа Сеги, я хотел бы показать сейчас маленький отрывок. Пока мы с вами тут играли, я обнаружил у себя картридж Флинстоунов, но уже на 16-битном формате для Сеги. Посмотрите, ради бога, какая разница. Это просто для справки с тем из вас, кто ещё этой разницы не знает. Итак, маленький отрывок из Флинстоунов в формате 16-бит. Сам поставил и тут же сообразил, что игра Флинстоунс, наверное, не самый удачный пример для яркого сравнения 8- и 16-битного процессора. Конечно, невооружённым глазом видно, что просторы 16-битного поистине необъятны. Но, честно говоря, кроме более хитрой морды Фреда Флинстоуна, так ничего в глаза и не бросается. Но вы знаете, есть игроки, которым вообще всё равно, какое качество звука и изображения. Им бы главное давить на кнопки и дубиной махать изо всех сил. Ну что ж, в 16-битном исполнении фирмы Ханна Барбера Фред Флинстоун не стал менее ловким и толстым. И, согласитесь, это всё-таки самое главное. Ну что, как говорят в рекламе, почувствовали разницу? Разница, конечно, есть и в графике, и в музыке, да и даже вот в обложке. Видите, покупаешь как книгу настоящую. Ну, а этот картридж, конечно, не так презентабельно выглядит. Но я понимаю, что у вас есть финансовые трудности, и у ваших родителей, конечно, тоже. Ну, а тот, кто начал играть на Денди, рано или поздно всё равно придёт к 16-битной приставке, как бы она ни называлась. Я вам этого желаю от всей души. Какая-то у нас такая весёленькая передачка получает с самого начала. Какие-то смешные человечки бегают, всё такое хихиха-ха. Сейчас я заставлю вас похолодеть от ужаса. По коже вашей побегут мурашки, и волосы на голове встанут дыбом. Потому что я хочу вам рассказать о самой страшной игре, которую только можно найти в Москве для приставки Sega. И эта игра называется Дракула. Много веков назад жил-был в Румынии граф Влад Дракула. И любил он девушку. А потом она, бедняжка, умерла скоропостижно. Влад страдал, страдал, ходил на войну, убил сарацинов. А в один прекрасный день вдруг превратился в вампира. Точно не знаю почему, но от этого превращения никому весело не стало. Кто бы ни зашёл в гости к Дракуле, навсегда гинул в мрачном замке графа. Но был там один юноша, которого не страшила дурная репутация хозяина замка. Он отважился на рискованное путешествие, чтобы спасти девушку мину от злых чар и самому полюбить её. Противные крысы и летучие мыши в первом уровне – это ещё цветочки по сравнению с тем, что встретится ему на пути. Тут за вами гонятся злые ведьмы, приманивая сладкими песнями и пугая гортанными криками. В тумане зловонных испарений пробирается наш герой к цели. Кстати, туман, который вы сейчас увидите, и звуки ужасных криков – роскошь, которую могут позволить программисты благодаря 16-битному процессу. Вот ведьмы и туман. Видите? Конечно, помните, что разрядность процессора определяет, в принципе, красоту любой игры и количество движущихся объектов на экране. Представляете, сколько возможностей таится в недрах маленького электронного устройства, если туман висит на полном экране, занимая бог знает сколько места в памяти компьютера. В игре много уровней и много страшных персонажей, и, конечно, в каждом уровне главный враг. Как, например, вот этот с волшебной гирляндой шариков. Словно цепью машет он перед носом героя, стараясь поразить, куда попало. Честно говоря, с ним мы справились довольно легко, а дальше, как в любой хорошей игре, дело застопливается. Беда от создателей нашей программы в том и состоит, что слишком много картриджей и слишком мало времени. Вам гораздо проще. Взяли, вставили и пока не прошли, никуда. Успехов вам. Ужас. Тихий ужас. Если вы купите этот картридж, если вы все-таки отважитесь испытать те приключения, которые испытывает герой этой игры, я вас очень прошу об одном. Не играйте в эту игру на ночь, иначе вы не сможете уснуть, а если и уснете, вам приснятся всякие дурные сны, вы проспите в школу. А за этим последуют еще более неприятные события. Дракула Брэма Стокера. Великолепная игра. Совсем недавно появилась в торговой сети Дэнди. Я в нее уже поиграл. Советую и вам. Ну вот, мы закончили рассказ о 8-битных и 16-битных играх, и теперь пора перейти к приятным мероприятиям. Как, например, наша электронная лотерея по регистрационным карточкам. Добро пожаловать в компьютерный центр фирмы Дэнди. Ну вот, мы снова с вами в компьютерном центре, в котором по-прежнему безлюдно, потому что сегодня суббота. И компьютер, ха, компьютер накрыт очередным призом 48-го размера маечка. Дэнди. Новая реальность. Через несколько секунд мы с вами узнаем имя и адрес счастливца, который будет эту майку носить и хвалиться в школе, во дворе. Я выиграл в лотереи передачи Дэнди. Новая реальность. Я задаю компьютеру команду начать тасовать ваши фамилии и адреса. Внимание. Вот внизу экрана, посмотрите сюда. Забегали ваши фамилии. Смотрите на них внимательно. Я уверен, что те из вас, кто посылал в адрес Дэнди Москва 34 свои регистрационные карточки, сможет вовремя увидеть свою фамилию. Ну а я ни в коем случае не должен видеть фамилии, чтобы сохранить полную объективность. Чтобы никто не смог меня заподозрить в том, что я стараюсь выбрать ту фамилию, которая мне интересна. На самом деле, мне лично все равно. Так и компьютер, впрочем. Итак, где там кнопка Enter? Вот она. Ну, с Богом. Награждается Зонов А.Ю. Москва, улица 2 Пугачевская, дом 12, корпус 2, квартира 63. Дорогой Зонов, эта майка по праву принадлежит тебе. Носи ее. На здоровье. Я хочу, чтобы вы не забыли, что главный приз нашей лотереи, который мы разыграем где-нибудь ближе к новогодним праздникам, это великолепная лазерная приставка Panasonic 3DO. Вот она здесь стоит и ждет счастливца, который получит ее в свои белые руки. И мы с ним будем, конечно, разговаривать, поздравлять его, но все это через несколько месяцев. А сейчас я хотел бы вернуться к вашей почте. Вот такая цитата. Я буду сейчас читать цитаты, которые меня радуют. Здравствуйте, меня зовут Тубольцев Владимир. Я с удовольствием смотрю вашу передачу. Все просто отлично. Приятно поиграть и посмотреть игры. Но почему всего 30 минут? Это очень мало 30 минут. Пролетают они как секунда. Не успеешь расслабиться после игры, сядешь посмотреть Дэнди ТВ, и уже конец. А ждать еще целую неделю. А в общем, передача отличная. Я давно хотел, чтобы она появилась на экранах. Дальше очень существенное замечание. Говорят, что на телевидении очень тяжело выжить, в кавычках. Я желаю, чтобы ваша передача прожила еще не один год, не одно десятилетие. Все будет меняться, а она пусть живет. Спасибо тебе большое, Володя. Я надеюсь, что действительно так оно и будет. И в своем письме ты несколько вопросов нам задал, которые я через несколько минут передам Денису, для того, чтобы он на них ответил. Например, возникла проблема в игре «Капитан Планета». Я не могу на вертолете пройти третий уровень. Или Том и Джерри. Он не может после ванны забраться наверх. Так он и пишет. Не могу забраться после ванны наверх. Бегаю понизу и ничего не могу поделать. Но такая проблема у Володи, конечно, не в жизни, а в игре. Том и Джерри. В пятом уровне не может после ванны забраться наверх и бегает понизу. Просит помочь. Поможем. Mission Impossible. Невозможное задание. Вызывает трудность уровень после лыжников. Пароль QBYZ. Не могу преодолеть цепалки. Там есть какие-то цепалки. И в ваших письмах очень много появилось. Я этому безумно рад. Вопросов о конкретных сложностях, которые вас встречают в игре. О, привет, Денис. Здорово. Очень кстати, ты пришел. Дело в том, что... Ты письма принес? Да. Вот письма. А это что у тебя? А это кассета тебе. С фильмом что-то? Нет. А что это? С ответами. На его телезрителя. Ты наиграл все, что Свет просил. На вопрос. Да. Ой, молодец какой. Слушай, это не я просил, а ты вы просили. Вот напомню, первое письмо от... О, Миасарова Света. Светочка, мы любим тебя. Мы рады, что ты играешь в приставки. Ты та редкая девочка, которая находит время и интерес играть на компьютерных приставках. Так вот Света спрашивает. Я хочу узнать, как на 8-битной приставке Дэнзи избежать... А, побеждать колдунью во втором уровне... Утиных историй. Утиных историй. Победил? Победил. Колдунью. Конечно. Света будет рада. Мы поняли Володины проблемы с игрой Том и Джерри. Конечно, обидно пройти всю игру и не суметь выбраться из ванной. Понял эти проблемы и Денис. И вот, пожалуйста, Том и Джерри, выход из ванной в исполнении Дениса Панола. Том и Джерри, выход из ванной в исполнении Дениса Панола. Ну, что касается игры Утиной истории, то победить колдунью довольно просто. Посудите сами. Как вы, наверное, уже заметили, бить ее нужно палкой по голове в тот момент, когда она в человеческом облике, а не в птичьем. С птицей-колдуней бороться гораздо сложнее. Ну, вот и все. А вот это уже игра Крюк. Многие спрашивают, что делать с бабочкой, которая появляется в одном из уровней и висит, разбрасывая какую-то серебряную пыль. Ну, неужели вы не догадались, что это девушка-колокольчик Тинкер Белл? Она посыпает Питера Пэна волшебной пудрой, после которой он получает возможность летать. Правда, ненадолго сверху на экране счетчик его летной энергии. И как вы видите, с каждым полетом эта энергия все убавляется и убавляется. А вот это игра Твинкл Тейл. Спрашивают нас, как победить врага в первом уровне с большим длинным огненным языком. Ну, это тоже сделать довольно просто. И Денису это удалось без всяких проблем. Дело в том, что стрелять в него нужно только тогда, когда у него красные глаза. Только в этом случае ваши снаряды достигнут цели. Ну, и, конечно, не забывайте уворачиваться от огненного языка. И, напоследок, игра Бетл Тоу с боевыми жабами. В какой-то момент времени ваш герой, если вы играете один, или ваши герои, если вы играете с товарищем, попадают в какое-то подземелье, где в них начинают стрелять лазерами. Что делать, многие не знают. Надо подбирать камни, которые вышибают лазеры из стен, и бросать в кабину, откуда, собственно говоря, по вам и ведется огонь. Пять точных попаданий к камням, и вы получаете лишнюю жизнь. Это своего рода бонус уровень. Призовой уровень. Ну, как не согласиться с одним из авторов писем, что 30 минут действительно очень малый срок для такой передачи, как наша. Итак-то, что можно сделать за 30 минут? За 30 минут можно дойти от школы до дома. За 30 минут можно почистить 10 картошек. За 30 минут можно вынуть посуду и сделать 3 упражнения по русскому языку. А в мире новой реальности 30 минут пролетают, как одна секунда. И время нашей передачи неумолимо приближается к концу. Но не отчаивайтесь, не расстраивайтесь. Мы снова встретимся с вами ровно через неделю. Пока. Производство рекламных роликов. Размещение в любом телевизионном эфире по самым низким ценам. 40 видео. Телефон и факс. 255-887. Поручите вашу рекламу профессионалам. Дэнди. Новая реальность. Любые игровые видеоприставки, фирменный сервис и надежные гарантии в магазинах. Дэнди. Красная пресса на 34, Петровка 12. Переход метро Театральная ГУМ. Телефон 245-19-96. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok